привет всем дорогие друзья gstar 1989 подписывайтесь на канал ставьте лайк и комментируйте видео объект 907 и по одному ст на каждом фланге обычно это как будет но обычно это будет все плохо закончится потому что противники они всегда друг другу помогают но это должны знать они друг друга не бросают и раз у нас один ст на фланге давайте все поедем и ему поможем но здесь так не будет но вот это правильно я тоже начал к этому приходить что здесь как бы там ни было тебе нужно сначала встать в этот куст с данного респа потому что потом можно и не уехать я как приезжаю я всегда туда приезжаю а смотришь туда уже въезжает взвод тт противника все дела и тебе короче не уехать никак и противники как один просто появляются все в одном и том же месте раз вы ждали друг друга и таким маршом сюда пришли поэтому тут будьте аккуратнее будьте осторожнее оставляйте себе пути для отхода это очень важно если у вас есть возможность отойти значит есть еще возможность немножко пострелять всегда давать чуть чуть больше урона а потом в итоге можно посмотреть и понять что нам и не хватает той самой одной две тычки для того чтобы все было вот прям прекрасно а вот смотри проджета подумал что у него все прекрасно у противника и поехал через центр понятное дело что так лучше не делать в это время мы отстреливаем 40 0 5 ну 40 0 5 можно сказать уедет а проджета не уедет вот в этом смысл проджета сложно будет отсюда утекти поэтому его убивают а вот 40 0 5 может любой момент заехать за угол поэтому лучше дать урон потому кто может убежать потому что по ним будет сложнее а а потом догоняя его потом ищет 40 0 5 а вот у него меньше хп стало и все на сезоне честно скажу вам на карте фаус далеко не всегда опять же удастся вот так отыграть чаще всего противники будут атаковать еще и через точку а вот этот кругляшок через этот бункер который там ракетная шахта или что она короче через эту хрень будут атаковать и вам просто не остаться здесь постоять и либо слишком быстро прорашат город поэтому устроиться вот так хорошо ну как сказать хорошо пока 2 581 урона не сказать чтобы это он прямо архи хорошо устроился поэтому приходится ехать и искать себе другую позицию вот это бесит когда какой-нибудь кран ван вот действительно вот так становится эти врубил калибровку прицела и попыточки прострелить пока что увенчались удачей удается согнать кран ван на время с насиженной позиции но он там только свои три снаряда дозарядит и дальше будет все все давай по новой не будет бояться эти выезжать и атаковать наших просто сносят там в ноль остается есть 75 до блин шотный fv 40 05 там уже ничего не поделаешь наш герой все еще фуловый и тут натыкается на на танк противника натыкается танк противника и вы должны еще понимать при этом всем что противники побеждают с одной афк-шной десяткой насколько твоя команда играет хуже и сколько урока в таком бою ты должен набить чтобы победить по моему именно в этом бою где-то 10 800 нужно набить для победы потому что это не превосходство по превосходству не выиграть что тут можно выиграть только уроном или захватом базы а захватом базы ну понятное дело ты здесь особо ты не выиграешь кранван побежал кстати 70 процентный кранван который целый бой отыграл первую линию и всех разваливал который хуем минус один снаряд но не удается у в н конечно у объекта 907 хотя там и написано по моему что там 7 градусов но они хрена не чувствуется вот кто играет 907 чувствуется он 7 градусов там у меня такое ощущение что когда у т-62 было 7 градусов она чувствовалась лучше а у этого ну и нет ни хрена ни разу но тут уже без разницы что он тогда отстрелял снаряд но понятное дело пока в принципе ты убегаешь можно пострелять и на во фкшного 183 ничего страшного не может быть один раз промазал второй раз пробил но почему нет третьего выстрела вот это лично мне непонятно он что решил его не отстреливать и стоят дозаряжаться но он же давно отстрелял предыдущий но вот очень странно папа а нет вот сейчас не пробил то есть он реально стоял дозаряжал не хотел отдавать крайний вот здесь я подумал а как но серьезно ну не как же правильно вот 1772 очков прочности у иса 8 это то что нам необходимо а тут 369 хп ты в принципе можешь теоретически один раз там кануть к 91 но не факт что у него вылетит 350 или меньше чем 369 ой не факт ой не факт но остается да остается минута 20 до конца и в принципе если у тебя есть возможность пока что пострелять понятное дело ты будешь постреливать какое-то время по афкшнику ты все-таки остался один и тебе нужно на себя выводить эти тяжелые танки чтобы пострелять еще ну и жалко конечно не крупный калибр опа вот и 420 танканул сейчас мог стать в ангар отправиться вот чуть-чуть бы повезло на самом деле и су и был бы бой на 8 247 на позорная 8 247 урона 495 хп остается у к 91 и все равно желательно не подлезть под него потому что забрать может там сколько 438 наверно максималка так что варианты забрать точно есть все готов 9066 урона нанес и тем 1700 чем-то мы смотрели оставалось у иса 8 оказывается вот 10 800 урона набиваешь и выигрываешь вот интересно конечно было бы посчитать сколько если тут последний в бою дохнешь посчитать сколько нужно было бы нанести урона тебе чтобы этот бой выиграть да здесь будет ничья к сожалению но тут выиграть и можно сказать было нельзя да если бы бабаха еще была бы не афк так она стрелять бы 9066 тоже не получилось бы просто данный бой он полезен чтобы иногда применить его в плане тактики как отыграть от центра по спа под ну посмотреть фланг ст потом отыграть центр потом заехать сзади когда все уже очень жестко упорятся в твою команду друзья instagram telegram в описании там же моя почта на почту replay с после боевой статистикой и там указываете wargaming или леста сервер где играли до новых встреч большое спасибо за лайки и пока пока